Приветствую вас, Марина. Я бы начал с понимания. Я бы начал с понимания того, что вам сейчас на данный момент непонятно. Я бы начал с того, чтобы вы сформировали какие-то свои вопросы, сформировали какие-то свои, может быть, запросы, сформировали бы то, что вам непонятно, в принципе, да, чтобы мы могли, ну, чтобы мы могли как-то вам на это ответить. Да? Вот. Это первое. Второе. Что касается обид, то это уже чувства, ваши чувства. Что касается обид, то это уже ваши переживания, и что касается обид, то это уже, на мой взгляд, в большей степени про то, что вы хотите для себя от молодого человека, но не про то, что вы хотите для него. Условно говоря, это можно отобразить так, что вы знали изначально, когда начинали встречаться с ним, что у него есть определенное прошлое, вы его, я надеюсь, за это прошлое не обопрекали, вы, я надеюсь, его за это прошлое не обвиняли, вы, я надеюсь, в общем-то приняли его и так далее. И вот тот факт, что вы его приняли, является здесь ключевым. Если вы его приняли, то это ответственный шаг. Это именно шаг ответственности, в том смысле, что я решила, я приняла. Всё. Позиция как бы ясна. Но это получается. Сейчас вы отказываетесь от своих слов. То есть, ладно бы, если бы молодой человек, к примеру, ну, например, если бы он, допустим, ну, по ходу ваших отношений, да, начал проявлять интерес к той женщине. В этом случае вас вполне можно было бы понять. Вот. То есть, ну, как так, да, что-то изменилось и так далее. Но, ситуация заключается в том, что так молодой человек вел себя изначально, понимаете, и то, что вы ему сейчас предъявляете, это ваши переживания, это ваша неуверенность в себе, это ваш страх, скорее всего, ваш страх быть брошенным. То есть, вы говорите, что не хотите его терять. Любовь, это одно, но желание терять, это другое. Это разные вещи. И будет эти вещи ни в коем случае нельзя. Потому что это приводит только к одному, к подмене понятий, к сожалению. И что у вас, собственно, и, на мой взгляд, произошло, как раз. То есть у вас произошла, произошла, как раз таки, для меня понятия. Смотрите. Встречается молодым человеком, пишите вы два года, у него есть простая семья, точнее, женщина, с которой он поносил два года и дочь ей восемьдесят половиной лет. И сразу, Марина, хочется сказать о том, что надо бы сделать акцент на том, что вас с молодым человеком объединяет. Это первое. Что между вами общего? Второе, что нужно, это то, что сейчас наблюдаются определенные подсознательные кризисы у молодого человека, потому что там он прожил два года, сейчас у вас два года отношения. Это не исключено, что молодой человек просто переживает такой вот эмоциональный кризис, который, ну, для него несколько необычен. В силу того, что, ну, он действительно болезненно пережил то расставание, вот, для него это было тяжело. Вот, совершенно очевидно, очевидно, что он не до конца всю эту ситуацию отпустил. Совершенно очевидно, что он еще что-то чувствует и к той женщине, и к ребенку, безусловно. Вот, кстати, ребенку довольно достаточно много лет, ей восемьдесят половиной. То есть, это уже такой сформировавшийся человек, сформировавшаяся личность. Здесь, соответственно, оград здесь очень большой идет от ребенка и влияние его на молодого человека, в том числе тоже. Дальше. Значит, с него есть прошлая семья, точнее, женщина, с которой прошло два года и дочь ей восемьдесят половиной лет. Вот, знаете, довольно интересная история, что человек живет женщине два года, а дочери восемьдесят половиной. Хочется невольно тратить, а что было до этих двух лет? Почему надо жить с этой женщиной только последние два года? Как так вышло, что они стали родителями и дочери ребенка? Как у них складывались отношения и почему они эти отношения завершили? В следствии чего они стали невозможными? Вы пишите. Наши с ними отношения развиваются достаточно медленно, потому что он боится серьезно, так как один раз оступился и боится, что попытка повторится снова. Попытка повторится снова, мне кажется, что это не очень, ну, не очень грамматически правильное предложение, потому что попытка повторится снова, какая попытка, что попытка подразумевает какую-то цель, а в отношении как бы цель-то быть не может, поэтому тут надо уточнить, что вы имели в виду. Вот, дальше, наши отношения развиваются достаточно медленно, если вы, да? То есть, смотрите, здесь два момента. Первый. С одной стороны, вам, самой, может просто в силу темперамента, в силу каких-то представлений, да, в силу привычной модели женского, например, поведения, вам может казаться, что данное, вот, темп, теперь темп, он недостаточен. Это ваше право! Ваше право так считать, и ваше право так думать, безусловно. Но! Момент здесь заключается в том, что вы либо принимаете эту и развиваете отношения так, как они развиваются, ставя цель сделать человека счастливым, я подчеркиваю, сделать человека счастливым, не построить отношения с ним, не доказать ему что-либо, не обезопасить себя от, ну, возможности быть брошенной, да, или кем-то другим, а именно сделать его счастливым настолько, насколько это возможно для вас. Такая цель должна быть. Либо, если вам, ну, не устраивает вас такое медленное отношение, вывод сил своего характера и взглядом считает, что отношения должны развиваться быстрее, с учетом вашего возраста, например, и так далее, и так далее, то вам нужно ему об этом откровенно заявить сразу, не в контакте его женщины, а в контакте вообще, что меня не устраивает, как развивать наши отношения. Дальше. Вы пишите, один раз отступился, теперь боится попытка повториться вновь. Здесь, опять же, проблема молодого человека, и тут ему нужно исключительно над собой работать над своими страхами вместе с психологом. Вы ему в этом не поможете. Меня напрягает то, что он уделяет слишком много внимания своей простой семье, а не дочери, а именно той женщине, с которой прожил два года везде и во всём. Довольно интересно вы это, конечно, сказали. Два года везде и во всём. А почему напрягает то, собственно? Ну, такой человек, по идее. Вы чувствуете, что у него есть включение к ней? Вы чувствуете, что отношения не завершились между ними до конца? Ну, тогда, я полагаю, имеет смысл удалиться, отстраниться, сказать, что нет, я вижу, что у тебя есть чувства к этой женщине, как бы я не хочу быть третьей, я считаю, что женщина должна быть единственной, я не чувствую себя единственной, и всё, и вы уходите из отношений. Именно потому, что любите его, именно потому, что, уйдя, вы сделаете его счастливым или, по крайней мере, счастливее, или, по крайней мере, позволите ему определиться с тем, что он хочет. А пока вы, по сути, мотивируете его на то, что он металл с вами и другой женщиной. Ну, кстати, находился в треугольнике Карпмана. Про треугольник Карпмана можете почитать в интернете. Мне становится очень обидно, так как на днях у меня был днрождение, именно в эти выходные он планирует покупку машины для этой женщины, якобы она обратилась к нему за помощью. Смотрите, здесь очень много всего в этой фразе скрыто. Вы пишите, очень обидно становится, что у вас есть какие-то запросы к мужчине, какие-то ожидания, которые вы прикладываете на него, и, соответственно, за эти ожидания вы прикладываете на другого человека. Вы пишите, у меня был день рождения, именно в эти выходные он планирует покупку для этой женщины. То есть, вы как-то свой день рождения связываете с мужчиной и с тем, что он делает. Вы сравниваете себя с ней. Идет сравнение. А это значит, что себя же вы обесцениваете, и такой, какая вы есть, не принимаете. Что и провоцирует у вас ревность. Дальше. Так, он не может отказать ей, так как там ребенок начинается манипуляция, он не хочет портить отношения. Это жертвенное поведение в перемешку со спасительным. Прочитайте об этом в треугольнике Кармана. Вы же в этой ситуации являетесь спасительницей жертвы. Меня вся эта ситуация напрягает, чем мне обидно, из-за чего интересы его прошлой жизни ставятся на первое место, чем возможность построить новые здоровые отношения и семью. А вы говорите про себя, Марина, про то, что вы хотите построить новые здоровые отношения и семью. Вопрос отличается в том, для чего это лично вам, и какие свои проблемы и желания вы пытаетесь реализовать через построение отношений и семью. Понимаете? Я так думаю, что вы пытаетесь убежать от своего страха, быть брошенным. Дальше. На все мои слова, о том, что она их манипулирует, якобы не может гвоздь прибить в стену, он реагирует с улыбкой, говоря о том, что я преувеличиваю. То есть он обесценивает то, что вы, опять же, ему говорите. Почему он обесценивает то, что вы говорите? Потому что вы обесцениваете себя. Я не знаю, как себя вести в этой ситуации. Чтобы что? Как вести себя, чтобы что? У любого поведения есть цель. Я люблю этого человека. Как проявляется ваша любовь? Пока я увидел не любовь, а потребность за счет него реализовать свои желания. Я не увидел любви. Как вы ее выражаете? Я не хочу его терять. Это уже ваше желание. Оно буквально с тем, что вы не хотите его терять, потому что вместе с ним уйдет и то, что он вам дает. А то, что он вам дает, вам необходимо. То есть вы зависимы. Но хочу, чтобы наши отношения были для него важнее, чем его прошлая жизнь. Нельзя вопрос ставить так, Марина. Потому что прошлое есть прошлое. Молодой человек, да, он не отпустил, но вы либо принимаете его, либо нет. Если вы принимаете, то вы принимаете это уверенно, четко, грамотно, с пониманием. Либо не принимаете. Но должна быть честность. Вы хотите, чтобы отношения были для него важнее. Так ведите себя так, чтобы вы были достойны того, чтобы отношения с вами были важнее. Вы себя так не ведете. Помогите разобраться в этой ситуации. Как себя вести? Уже сносит крышу. Нет. Обиды и непонимания. Ну вот со своими обидами вам нужно работать. Еще раз повторю. Это ожидание ответственно, за которое вы перекладываете на другого человека. Что касается непонимания, то опять же на все ваши вопросы, на то, что вам не понятно, вы можете получить ответ в индивидуальной беседе. Вот. В целом страх одиночества, неуверенность в себе, обесценивание, жертвенность, не желание нести ответственность, то, что я увидел у вас, страх быть брошенной. Вот. Эти все моменты нужно корректировать, потому что они именно связаны с вами. Ну и обиды. Обиды имеют двойственную природу. С одной стороны это естественно, потому что это основа обиды и желания. С другой стороны они не имеют такую же неестественную сторону, неестественную основу, потому что человек считает, что его желания должны быть удовлетворены другим, не им самим. Вот это вот не желание нести личную ответственность, это очень важно. А отдельным пунктом идет то, что вы хотите построить здоровые, новые здоровые отношения и семью. Зачем это вам? Для чего это вам? Какие вы хотите свои цели достичь с помощью этого? Это очень важная разобращка. Потому что, ну еще раз, у меня такое ощущение, что мужчина решает за счет вас свои проблемы, а вы за счет него свои. В целом вы находитесь в треугольнике Карпана, из которого вам нужно выходить. Вы находитесь в роли спасителя жертвы, вам нужно выходить в треугольнике Карпана. Вот. И в этом мы вам опять же можем помочь, если вы того захотите, если вы нам позволите, если вы готовы действительно меняться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.